Туриндустрия В Ростовской области инфицировано 370 680 человек. Выздоровело 142 208 человек. Скончалось 3968 человек. В Ростовской области инфицировано 4133 человека. Выздоровело 1441 человек. Скончалось 34 человека. Сегодня с нами на связи президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папюш. Елена, здравствуйте. Добрый день. Елена, давайте с самого начала. Какая сейчас ситуация у нас в Туриндустрии в Ростовской области? Ситуация, как вы понимаете, плачевная. Мы поставлены на паузу в режиме ожидания с 28 марта. Все объекты размещения указом нашего губернатора закрыты. И все сотрудники действительно сейчас обязаны находиться на самоизоляции. Но так как объекты гостиничные являются предприятиями, на которых есть еще и инженерные коммуникации, есть еще и необходимость охранять эти объекты, часть сотрудников все-таки выходят сейчас на работу для обеспечения жизнедеятельности всех гостиничных предприятий. Невозможно их остановить. Это налоги, которые никто не отменил. И, конечно, они не будут отменены. Они продолжают начисляться. Это налоги, которые мы по-прежнему обязаны платить. Нам как бы ни с чего, поскольку деятельность хозяйственная мы никакую сейчас не ведем. Выплата зарплат тем сотрудникам, которые находятся на самоизоляции, но, тем не менее, мы должны обеспечивать их. Ну, все проблемы связаны с финансовой стороной процесса. Вы сказали, что уже с конца марта, получается, отели поставлены на паузу. Мы понимаем, что это долгий срок. Уже прошел апрель, уже подошел к концу май. И насколько вероятно, что часть из отелей будут вынуждены закрыться не вот просто на период самоизоляции, а насовсем? Вы знаете, практически каждый день поступает информация о том, что на продажу выставляются все новые и новые гостиничные объекты. Ну, к большому сожалению, констатирую этот факт. На данный момент мне известно о восьми объектах, которые сейчас ищут нового владельца. Что будет дальше, пока прогнозировать сложно. Все все равно зависит от сроков, когда позволят открыться. А в свою очередь мы зависим уже от сроков, когда начнется свободное передвижение между регионами. Вот сегодня с утра была информация из Краснодарского края о том, что с первого числа, с первого июня откроется только часть санаториев и небольшая часть апарт-отелей, которые имеют медицинскую лицензию. Все остальные средства размещения планируется открыть 21 июня. Мы надеялись, что с открытием сезона в Краснодаре, в Краснодарском крае, позволят работать и нам, поскольку мы находимся все-таки на полпути к Краснодарскому краю, к здравницам его. И транзитный турист, который поедет из Центральной России, должен был бы по нашему смелому замыслу останавливаться у нас. Но я уже сегодня понимаю, что сроки будут отложены, поскольку динамика развития заражения коронавирусом, она не очень утешительная. А мы все-таки привязаны больше всего к опасности вот этого распространения вируса. Чем сейчас вообще занимается Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства? Пытаетесь ли вы какие-то идеи, меры поддержки предложить государству? Что можно сделать, чтобы у нас туриндустрия в нашем регионе не закрылась насовсем? Ежедневно мы пишем запросы, направляем письма в различные ведомства и различные инстанции. Ну, в частности, вот сейчас мы вчера направляли повторный запрос в Минэкономразвитие о том, чтобы изменили подход к оценке тех пострадавших отраслей по АКВЭДам, по основному АКВЭДу. Как известно, МСП сейчас могут получить поддержку от государства, если они попали в перечень пострадавших отраслей. У нас очень много объектов, которые занимаются фактически гостиничным бизнесом, но АКВЭД имеют какой-то другой, ну, например, строительный бизнес, основной имеется в виду. 55-е АКВЭДы наши гостиничные, они идут как дополнительные. В этом случае отель не имеет права получить государственную поддержку. Это несколько несправедливо, на наш взгляд. Мы пытаемся обратить внимание руководства на то, что этот подход следует пересмотреть, поскольку очень легко определить, чем на самом деле хозяйствующий субъект зарабатывает на жизнь. Потому что основные поступления средств на его счет идут из профильного как раз-таки бизнеса гостиничного. Помимо того, что АКВЭД основной нам мешает, мы еще просили, по примеру, Нижегородской области подойти к вопросу оплаты коммунальных платежей. Для нас сейчас это непосильная ноша, нам недостаточно просто отсрочек. Мы просили о субсидировании части затрат из регионального бюджета. Но, опять же, ответов на эти вопросы мы тоже не получили. Мы обращались и в ТПП, и напрямую к губернатору. Но, видимо, эти вопросы сейчас на рассмотрении. А вообще какие темы, какие идеи, что больше всего сейчас волнует отельеров? Это именно срок, когда разрешат работать, откроют отели. Но, опять же, мы с вами понимаем, что на следующий день после открытия не будет полного заселения в отелях. То есть там еще будет момент кризисный, который тоже нужно будет преодолеть, который будет в этот промежуток сразу после открытия и до полного восстановления индустрии. Что вообще, какие идеи сейчас среди отельеров? Самая больная проблема – это когда позволят передвижение между регионами, когда начнутся различные мероприятия. И тогда мы сможем начинать восстанавливать свою привычную деятельность. Вы абсолютно правы. Когда просто снимут карантин в нашем регионе и откроются гостиницы, большинство из них будет стоять пустыми, поскольку гости не приедут, потому что некуда ехать. Будут только те гости, которые командированы в наш город или в нашу область. Они, в общем-то, и сейчас есть и живут где-то в частном секторе, который не запрещен, в отличие от гостиничного бизнеса. И мы с нетерпением ждем, когда, в принципе, снимется карантин и запрет на перемещение по регионам. Мы понимаем прекрасно, что сезон этот мы уже потеряли летний и уже не восстановимся с ним, но надеемся на осень. Но осенью смогут заработать в основном только те объекты, которые в Ростове-на-Дону расположены. Те объекты, которые обычно зарабатывают на транзитном туризме или на пляжном отдыхе, это наше побережье Азовского моря, они, конечно, находятся в глубокой депрессии. Елена, а если мы говорим о настроениях в среде отельеров, какие они и помогает ли, ну, помощь государству достаточно ли? Ну, мы очень благодарны государству за помощь, которую получаем ныне. Я не могу сказать, что меры, которые предусмотрело правительство, достаточны для того, чтобы позволить отрасли продержаться на плаву. Часть предприятий смогла воспользоваться ими, часть нет, получить субсидии на те же зарплаты. Один мрот – это то, что практически каждый отель смог получить на сегодняшний день. Но я хочу сказать, что мы-то в простое уже три месяца полностью закрыты. Нам один мрот – это, знаете, как мертвому припарка на самом деле. В связи с тем, что помимо затрат на содержание штата, у нас же есть различные коммунальные платежи, у нас есть масса кредитов. Все предприятия крупные в Ростовской области закредитованы. Мелкие частники испытывают такие же проблемы по обслуживанию коммунальными службами. На сегодняшний день на один объект уже подан иск в суд за неуплату по электроэнергии. Два объекта под угрозой отключения электроэнергии, поскольку задержали оплату. Мы хотим сказать, ну, в принципе, вся отрасль, да, мы не сможем выстоять, используясь только теми мерами поддержки, которые на сегодняшний день существуют. Мы очень надеемся на третий, четвертый пакет, но в преддверии открытия, снятия карантина мы получаем тревожные сведения от Роспотребнадзора о том, какими мерами должны мы будем обеспечить безопасность наших средств размещения для того, чтобы иметь возможность, в принципе, открыться. И я хочу вам сказать, что если рассматривать на примере тех мер, которые прописаны для сандарно-курортного комплекса, нам будет дешевле не открываться, чем обеспечить те требования, которые на сегодняшний день прописаны. Мы писали письмо совсем недавно о том, чтобы часть затрат легла, например, по закупке масок, по обеззараживанию территории, прилегающей к гостиницам, на бюджеты региональные, например. Это же улица, которую предлагается самостоятельно ательером продезонфицировать. Прилегающая территория, мусорные бачки, скамейки, лавочки. Но это та же самая улица, по которой, в принципе, горожане ходят. Я боюсь, что у отелей, которые после карантина выйдут на работу, у них просто нет финансовой возможности обеспечить эти меры, которые прописаны сейчас Роспотребнадзором. Мы все-таки призываем к тому, что мы понимаем о необходимости соблюдения этих мер дополнительных и о важности их. Но, тем не менее, финансово не потянем их. Нам необходима совершенно помощь в этом ключе. Елена, ну, я думаю, что вас услышат и на региональном уровне, и на федеральном уровне. Возможно, разработают какие-то другие пакеты мер. Я не нахожусь в правительстве, не могу вам по этому поводу подсказать. Но последние действия правительства подсказывают, что они готовы идти на уступки. Вам огромное спасибо за то, что согласились выйти с нами на связь и так подробно рассказали о проблемах в туристической индустрии. Я очень благодарна вам за такую возможность. Надеюсь, нас услышат. В этой программе все чаще можно увидеть бизнес-сообщества. Это и неудивительно. Они все разные, каждый занимается своей сферой. Но сейчас проблема одна — коронавирус. Но выходы из нее разные. С каждым днем у нас тем все более. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова